Если вспоминать историю всех этих нескольких лет, 11, 12, 13 годов и неполного 14, то приходится сказать, что никакой памятник не защищен в должной мере, не говоря уже об объектах исторической среды. Оказывается, что можно уничтожить храм, как во времена Сталина и Хрущева, и мы видели это, и отмечали уже в 11 году, это была соборная мечеть. Оказывается, что негромкие фамилии, как Волконские или Шиховские, негромкие личные имена, как Киреевские, например, не защищают наследие. Мы видим, что любыми самыми странными юридическими методами можно обставить уничтожение таких знаковых памятников, как Стадион Динамо или Детский мир. В этом году мы столкнулись еще с несколькими удивительными случаями. В течение первой половины года наши с вами усилия были посвящены фактически спасению Шуховской башни, памятника, который объективно принадлежит мировому наследию. Нам часто говорят сегодня, что вы возмущаетесь, что вы выходите на митинги, ведь стало лучше, ведь уже не столько сносят и уже не столько строят. Это правда. Десять лет назад мы теряли сотни исторических зданий в год, сегодня десятки, десять, двадцать. Но от этого не легче. Если бы все эти годы и те, кто не молчал тогда при Лужкове, и те, кто пришел чуть впоследствии, не настаивали бы на своем и не отстаивали бы наш город, ничего этого бы не было. А угроз очень много. Нам говорят, вы отменили сто или двести проектов. Я заседал в этих комиссиях. И я знаю, что только в Белом городе, в границах Бульварного кольца, пятьдесят пять больших строек, нарушающих всякие понятия о регенерациях. А между Бульварным и Садовым кольцом еще двести восемьдесят две. Их сотни, этих горячих точек. И каждую мы должны защитить. И в каждой мы должны защитить наш город. Конечно, заметные поражения всегда виднее побед. А победы бывают совсем незаметные. Например, победа в судах. Вот наши юристы защитили в судах дом Быкова, знаменитый. Там еще не идут реставрационные работы. Но пользователь, собственник, уже принужденный по суду провести эти работы. И дом стал памятником. Только для того, чтобы он стал памятником, после пожара, после попытки выведения из перечня выявленных памятников, и попытки сноса до передней стены, только для этого, то есть для юридического изменения ситуации, понадобился трех-четырехлетний круг. То же самое с нашим заветным другим памятником, палатами Гурьевых в Потаповском переулке. От пожара и попытки снять с охраны до постановки на охрану. Работы не начались. Но то, что сделано, сделано в том числе благодаря подаче иска нашего активистов в суд. Это самая невиданная часть работы. Есть очень публичная часть работы. Например, многолетняя последовательная критика каких-либо проектов, часто больших проектов. Я упоминал сегодня на митинге тему развития Пушкинского музея. Так вот, понадобилось 6,5 лет публичной критики, консультаций, переговоров, общественных обсуждений, для того, чтобы от проектов остро отказались и выиграла щадящая концепция архитектора Григоряна. Почему это важно? Для тех, кто не знает, речь идет не просто о ремонте или реконструкции главного здания Пушкинского музея. Речь идет о том, что развитие музейного городка распространяется на 7 усадеб 17-20 веков, то есть на весь заповедный аристократический район Волфонки. И вот эти успехи, они действительно не столь видны. Может быть, потому, что борьба за них занимает очень много времени. Если говорить о победах в поле, о защите памятника на улице с успехом, то это Кадаши, знаменитая история в Кадашах, да и многое другое. Так что в действительности победы и поражения идут рядом. Больше того, каждое поражение может оказаться залогом, как это ни печально, какой-то другой победы. Например, наша критика уничтожения стадиона «Динамо» и той манипуляции, с помощью которой это было сделано, привело к тому, что нынешнее городское руководство, которое снесло «Динамо», решило сохранить стадион «Лужники». И вместо того, чтобы придумывать юридическую манипуляцию, каким образом уничтожить здание, поехало к международным футболистам и договорилось о некотором смягчении стандартов, применительно к историческому стадиону «Лужники». И вот получилось, что один стадион пал жертвой во спасение другого. То есть истории очень много. Очень важно извлекать публично уроки из каждой такой истории, давать понять, что мы понимаем механизмы разрушения, что мы прояснили для себя технику и технологию разрушения в этом случае и будем препятствовать ее повторению будущего. Таких примеров действительно много. Продолжение следует...